This conference will now be recorded. В конце я расскажу вам о подарках, которые получит каждый, кто сегодня зарегистрировался на вебинар. Итак, учебный центр «Специалист» уже 29 лет на рынке образовательных услуг, и за это время мы обучили более 1 миллиона человек. И на практике заслужили звание ведущего компьютерного учебного центра России. Мы гарантируем вам 100% качество образования за счет уникального сочетания бауманской методики преподавания и современных технологий проведения обучения практикоориентированного подхода. Могу сказать, что мы, работники учебного центра, понимаем, что важно поддерживать специалистов в их карьерном пути, потому мы разработали такую программу трудоустройства, которая включает ряд мероприятий, и я вам сейчас вкратце о них расскажу. Надо сейчас помнить, что тенденция современного рынка труда в том, что работодателю не нужны люди просто с теоретической базой. Они ценят умение выполнять реальные рабочие задачи. И потому, когда мы разрабатываем для вас учебные программы, мы учитываем это требование, и в них уже включены кейсы, которые отвечают современным требованиям, и вы выходите в профессию, имея уже отработанный навык. Следующий этап после вашего обучения по нашей программе трудоустройства – это курс «Успешный поиск работы», который уже ни одному человеку помог составить резюме и отработать какие-то навыки прохождения собеседования. Сейчас он у нас бесплатен для всех. Ближайшее онлайн-мероприятие состоится 18 января. Есть QR-код, вы можете записаться сами на этот курс. Также я продублирую сейчас в чат ссылочку. Так, наверное, не сейчас, а вот сейчас, секунду. После данного курса, у кого остаются вопросы и те, кто у нас учился за свой счет или учится, я приглашаю на карьерные консультации, и мы уже в индивидуальном порядке разбираем, как у вас получилось составить резюме, может быть, что-то не получается при трудоустройстве. И вот в индивидуальном порядке мы работаем. Если вы уже у нас проходили обучение, вы можете записаться. Вот есть QR-код по ссылочке, можно перейти. Либо мне заявку на почту отправить jovsobako-specialist.ru Также я продублирую сейчас эти данные в чат. Кому будет интересно, пожалуйста, еще знакомьтесь. Следующее такое мероприятие, признанное поддержать наших выпускников, это дни карьеры, на которых мы знакомим вас с реальными работодателями, со стажировками, с какими-то программами роста, и делаем акцент на таких стартовых позиций, где у человека мало еще опыта в данной сфере. Работодатели приглашают именно на такие вакансии. И также обращаю ваше внимание, что у нас есть телеграм-канал, группа ВК и группа в Фейсбуке, где наши партнеры ждут ваших резюме. Там мы рассказываем о вакансиях, которые у нас есть. Откуда берутся вот эти вакансии в этих каналах? Наши партнеры, юридические лица, обучают у нас своих сотрудников и на практике убедились, что учим мы хорошо, и они готовы брать выпускников нашего центра. И это станет вашим конкурентным преимуществом, то, что вы учились у нас. Обязательно указывайте это, когда будете отправлять резюме. В чат я продублировала ссылочки. Можете подписаться на любой удобный для вас канал и смотреть вакансии партнеров. Также там есть и стажировки. Ну что, идем дальше. Я сейчас хочу передать слово нашим преподавателям Ольге Кулешовой и Андрею Завьялову. Пару слов. Ольга Владимировна реализует образовательные проекты любой сложности для ведущих зарубежных компаний. Она сейчас о себе расскажет немного более подробно. И Андрей Владимирович сегодня с нами. Он уже более 20 лет участвует в разработке приложений для настольных баз данных и в проектах автоматизации приложения Microsoft Office. Он обучил уже более 3000 слушателей и имеет такой богатый и практический, и опыт преподавания. Итак, Ольга Владимировна, передаю вам слово. Расскажите, пожалуйста, нам про профессию, насколько она сейчас востребована. Значит, всем добрый вечер. Меня зовут Ольга Кулешова. Я являюсь старшим преподавателем в нашей компании «Специалист». Перед тем, как вообще начать преподавать, я окончила год у МИБаумана и с тех пор уже 20-й год, как работаю непосредственно в учебном центре «Специалист». Ну, на самом деле, если сказать в двух словах о себе, то я очень люблю все, что связано с цифрами. Все, что с дизайном, это, наверное, не совсем ко мне, хотя аккуратность и красоту любых диаграмм и табличек я всегда рассматриваю на ура. То есть всегда нравится аккуратный подход, четкое видение, представление данных, то есть чтобы все у нас было красиво, прекрасно и замечательно. Так, ну, как и полагается, я сертифицированный тренер Microsoft. В свое время была в том числе награда MVP за распространение знаний по Excel. Ну, и являюсь обладателем различных сертификаций, связанных с Excel и околосмежных, что называется, областей. Так, достаточно много курсов в нашем учебном центре по линейке Excel, и в том числе Power BI Desktop разработаны мною не только сами курсы, но и также различные материалы, по которым мы проводим наше обучение. Являюсь единственным в России и первым в России, мы, что называется, прокладывали дорожку. Автором авторизованного курса по уровню 2 Microsoft Excel, то есть по этим учебникам, также занимаются и другие, что называется, русскоговорящие или русскопонимающие во всех, что называется, странах мира. Ну, и вот, например, в том году в том числе я была на достаточно увлекательной конференции, посвященной Power BI и не только. Ну, как вы понимаете, меня интересовала больше связка блока Excel и Power BI. То есть я являюсь постоянно действующим преподавателем, провожу занятия в обычных группах плановых, назовем так, и также достаточно много различных корпоративных тренингов, связанные с обучением, помощью в решении тех или иных задач, то есть облегчение жизни и работы наших, что называется, трудящихся. Так, с точки зрения, почему же вообще нужно изучать инструменты бизнес-анализа, ну, ни для кого не секрет, на дворе уже 21 век, когда мы были с вами в конце прошлого века, да, тогда еще многие говорили в Excel, там, 65 тысяч строк, а что, кто-то там типа все заполнил, да, то есть для многих это казалось какая-то, ну, просто громеннейшая табличка. В сегодняшний момент, если мы скажем 65 тысяч строк, то откажу второго, мы скажем и всего-то, то есть, в принципе, это, конечно, уже не вариант. Дело в том, что мы обрастаем с вами данные. Данные поступают у нас из различных источников, это и различные базы данных, и что-то там пользователь сам творит, считает и так далее. И, конечно, важно уметь быстро и понимать ситуацию, да, что называется, добывать эти данные, анализировать, визуализировать, потому что реально все данные, которые вокруг нас, они должны быть не только по факту иметь место быть, но они должны быть и правильно проанализированы, и чтобы в любой момент иметь возможность принять нужные меры и тем самым исправить, скорректировать, улучшить ситуацию. Поэтому на сегодняшний момент, если раньше мы возьмем лет 10 назад, может быть, все, что связано с таким бизнес-анализом, как-то было еще достаточно в сторонке, ну, потому что это только практически развивалось, то есть развитие во всех областях позволяет нам с вами получать более удобные инструменты, и мы, конечно же, их получили как в разрезе того же Excel, так и в разрезе каких-то дополнительных программ. И, конечно же, все компании, они тоже не стоят на месте, они тоже хотят быстро, удобно, оперативно реагировать и получать информацию. Поэтому крупнейшие компании различных сфер, это и фармацевтика, это и сотовые операторы, это и банки, то есть везде, где идет огромная агрегация различных данных и необходимость их анализировать, на сегодняшний момент это действительно очень востребованные специалисты, которые необходимы для того, чтобы мы имели с вами возможность получать данные, анализировать, и, конечно же, любой начальник, да, он не хочет знать, как вы это делаете, он хочет ставить задачу и получать результат в кратчайшие сроки, отсюда и потребность инструментов бизнес-анализа, она с каждым годом все выше и выше. И если мы на сегодняшний момент посмотрим востребованность этих специалистов, то есть проанализируем различные сайты по поискам работы, то мы увидим, что количество вакансий значительно превышает количество специалистов, потому что еще далеко не все для себя открыли эту возможность, этот мир, да, который позволяет нам с вами не, что называется, подчеркнуть в этой работе, а именно выполнять ее своевременно и на благо, что называется, своего и своей компании, в которой человек работает. Так, теперь, наверное, в двух словах, Ольга, в принципе, я могу не передавать права, просто вы, наверное, сориентируете нас по информации. Пожалуйста. Да, действительно, я соглашусь, что сейчас специальность бизнес-аналитика, она очень востребована. Недавно у нас был как раз день карьеры на эту тему, вы можете запись посмотреть на YouTube, мы приглашали работодателей. И сейчас все сферы жизни базируются на данных, и их анализ, конечно, с каждым днем все выше и выше. И Excel – один из таких самых популярных, востребованных инструментов для анализа данных. И вот, если сказать про анализ, допустим, на сайте ХХРУ, на декабрь месяц насчитывалось более 1600 вакансий бизнес-аналитиков, и также высок спрос на аналитиков со знанием Excel. И следующий слайд показывает среднюю заработную плату бизнес-аналитика в Москве. И она в 2020 году колебалась, где-то от 85 до 120 тысяч рублей. И мы видим, что профессия бизнес-аналитик на следующем слайде также достаточно высоко оплачиваема в регионах. Даже на какой-то момент, в среднем погоду, в Туле, она выше оплачивалась, чем в Москве. Итак, что могу сказать по обзору рынка труда? Видите, что профессия востребована и действительно актуальна. И далее мы вам расскажем, как в нашем учебном центре на данной дипломной программе получить эту профессию и стать действительно высококвалифицированным специалистом. Итак, я хочу вам рассказать непосредственно о нашей дипломной программе, которая посвящена как раз-таки именно бизнес-аналитику. Дипломная программа насыщенная. Она включает в себя 11 курсов. В среднем продолжительность этой дипломной программы может составлять от 3 до 6 месяцев, в зависимости от того, насколько интенсивно и много времени вы можете посвятить процессу обучения. В целом, ну сейчас у нас уже с вами, что называется, канун Нового года, то, наверное, начать уже до Нового года уже не получится. А вот буквально после боя курантов, начиная уже со 2 января, можно вполне начать осваивать для себя новую профессию. Итак, кратенько расскажу о тех 11 курсах, которые входят у нас в программу нашей бизнес-аналитики. Чтобы иметь возможность корректно отвечать тем ситуациям, которые случаются в бизнесе, нам нужно знать основы бизнес-анализа. Это теоретический курс, который позволяет вам получать и понимать сущность бизнес-анализа, методики его проведения, также понимать, как решаются различные задачи, применять различные методы и приемы проведения этих бизнес-анализов. То есть это теоретический курс, который позволяет нам с вами корректно уже ориентироваться в вопросах бизнес-анализа. Ну и, конечно, какой же бизнес-анализ без возможности уже что-то посчитать, проанализировать, визуализировать. Поэтому дальше стартует, что называется, линейка Excel. Ну, Excel, конечно, может стартовать и, что называется, практически с нуля, но здесь все же мы уже ориентируемся на то, что приходит человек, который имеет опыт общения с Excel, хотя бы на уровне такого простого, уверенного пользователя. Уровень 2, расширенные возможности, позволит нам с вами уметь делать там сравнение табличек, визуализировать какие-то данные посредством там условного форматирования, уметь также ввести обработку каких-то больших табличных массивов с помощью сводных таблиц. То есть ни для кого не секрет, что сводные таблицы – один из лучших инструментов с точки зрения анализа данных, которые присутствуют у нас с вами в Excel. То есть когда у нас есть источники, разработчик, естественно, периодически что-то добавляет и добавляет нам инструменты, именно удобные для бизнес-анализа. Когда мы осознаем, что, возможно, уровня 2 нам не хватает, а действительно это не очень будет удобно решать задачи, когда у нас огромные массивы, когда у нас множество разных критериев и так далее. Тогда плавный переход дальше в уровень 3, где мы учимся решать задачи с более сложными критериями подстановки данных, где мы учимся разрабатывать какие-то свои возможности по визуализации данных в ячейках, где мы также учимся строить различные диаграммы, потому что смотреть на цифры в табличке – это здорово. Но когда мы видим график, это гораздо быстрее. У нас с вами все-таки мозг больше заточен на картинке, восприятие лучше, удобнее, и мы сразу легче понимаем тенденции изменения наших данных и, соответственно, понимаем проблемные местечка, нежели рассмотр отдельных ячеек по отдельности. То есть это непосредственно формулы, это непосредственно инструменты, которые позволяют нам с вами визуализировать и анализировать данные. Также к инструментам анализа данных не отстает параллельно с майкрософскими разработками. Есть программа, и у нас есть здесь включен курс, который называется «Основа работы с табло». То есть табло – это программа, которая позволяет нам также осуществлять визуализацию и анализ данных. Ее сильная сторона также заключается в том, что мы можем закачивать различные источники, строить различные дейтасеты и анализировать информацию комплексно. То есть на сегодняшний момент недостаточно знать только Excel. Чем больше различных возможностей, широко распространенных мы с вами знаем, тем больше мы понимаем, в какой момент какие задачи, какими инструментами удобнее будет решать. Табло – он есть десктопная версия, и также есть возможности передачи в перспективе данных и в облачных технологиях. Также, когда мы с вами уже знаем какие-то вопросы обработки, мы знаем уже основы бизнес-анализа, то тогда уже необходимо и как-то применить эти знания. И здесь у нас курс, который позволит нам с вами корректировать. Это непосредственно инструментальный бизнес-аналитика, инструментарий бизнес-аналитика – это практику. То есть здесь зачастую наша с вами успешность зависит от того, насколько вовремя и оперативно мы произвели какие-то изменения под конкретные ситуации, выявили преимущества. И в ходе этого курса решаются различные задачи с применением различных инструментариев бизнес-анализа для того, чтобы уметь анализировать и применять различные практики и приемы непосредственно бизнес-анализов. Ну а затем, когда у нас есть различные варианты, то не все задачи мы можем с вами так просто решить. И здесь вы видите уровень 4 и уровень 5 – это непосредственно макросы. Когда у нас люди слышат слово «макросы», они обычно воодушевляются, потому что видели наверняка, как макросы творят чудеса, и многим кажется, что они это делают сами. Но на самом деле ничего подобного. Макросы – это язык программирования, которым нужно заниматься. И вот Андрей Завьялов, у нас основной, главный, что называется, человек по макросам в нашем центре, он вам сейчас расскажет, что же макросы нам дают и зачем это действительно востребовано. Андрей. Да, Ольга, спасибо. Меня слышно, я надеюсь. По поводу макросов. Действительно, если говорить о Excel, то на сегодняшний момент профессиональное владение возможностями этой программы полагает знание хотя бы основ программирования макросов для автоматизации работы в среде Excel. И что конкретно позволит нам сделать эти макросы? Ну, во-первых, мы можем с вами объединить некую рутинную работу, которой мы занимаемся с вами вручную, выполняя много повторяющихся операций, буквально одной кнопочкой, описав для этого на специальном языке программирования BBA некую инструкцию. Как кажется, это для тех, кто никогда не занимался программированием, это что-то очень сложное, это действительно работа для программистов, это отдельное направление, это какой-то действительно серьезный инструмент. Но, как выясняется, освоить макросы вполне под силу всем, даже тем, кто о них слышит впервые, и поэтому уровень 4 у нас рассчитан на тех, кто с Excel знаком и достаточно хорошо освоил, но хотя бы в объеме курса Excel уровень 2. И при этом понимать, что для некоторых задач, где возникают повторяющиеся и при этом масштабные какие-то действия, макросы были бы актуальны. Здесь мы на уровне 4 говорим о основах программирования и рассматриваем основные инструменты данного языка программирования применительно к задачам Excel. Ну а на уровне 5 мы эту тему углубляем и рассматриваем уже просто более масштабные задачи применения данных решений. То есть, если на начальном уровне мы говорим об автоматизации работы данными Excel, которые расположены, скажем, в одной рабочей книге, но на разных листах, в разных колонках, то на пятом уровне мы берем задачу шире и можем автоматизировать также и обработку данных сразу в целой папке, где у вас, например, собрано много информации по разной тематике, которые можно было бы обработать в автомате, нажав буквально на одну кнопочку. Насколько это реально? В принципе, это действительно вполне можно освоить, изучить, потому что средства, которые используются макросами, язык Visual Basic for Applications, язык VBA, он достаточно несложный, дружественный. Особенно легко дается изучение максов тем, кто работает в качестве базовой программы с Microsoft Office англоязычной версии. Там даже название команд в меню и Visual Basic практически идентичны, и поэтому это действительно быстро, достаточно можно освоить с нуля. Ну, а что еще хотелось бы сказать по поводу программирования максов? Как это вписывается вообще в общую нашу концепцию курсов по Excel и бизнес-анализу? Дело в том, что на сегодняшний день, как правило, если вы ищете вакансии, связанные так или иначе с использованием Excel, то часто работодатели говорят, что было бы неплохо, было бы очень желательно или вообще обязательно иметь представление о макросах хотя бы на таком уровне, что вы можете найти что-то подобное в интернете или в каких-то других источниках и грамотно под себя доработать, чтобы понимать, что вот этим не надо заниматься полдня или больше, просто как робот, копируя, вставляя какие-то данные вручную, если можно потратить немного времени и сделать того робота, который за вас будет потом это обрабатывать автоматически, не уставая, не допуская каких-то случайных ошибок, а проделывая это полностью автоматизированно. Таким образом, макросы сэкономят нам время на повторяющихся рутинных действиях, позволят повысить эффективность труда, но работодатели это, конечно же, ценят. Но хотя, естественно, на рамках данного курса мы не ставим задачи сделать вас программистами, это отдельное, наверное, дипломное направление и так далее, но основы программирования и представление об этом иметь неплохо. Кстати, говорят, часто на эти курсы у нас, но не в рамках такой вот комплексной программы, приходят и те, кто не собирается программировать сами, но хотели бы в качестве начальства руководителей грамотно ставить задачу автоматизации для программистов. То есть понимание, на что способны макросы и правильная постановка задачи для программистов, это тоже немаловажно. Уметь с ними говорить на одном языке и взаимодействовать достаточно эффективно, это как раз то, чему тоже можно научиться на курсе уровень 4 и уровень 5 в среде Excel, мы здесь изучаем макросы. Ну вот кратко, собственно, что хотелось об этом сказать. Если будут вопросы, потом, думаю, еще уточните. Ну а так, Ольга, дальше ваша опять тема. Спасибо. Спасибо, Андрей Николаевич. Также хочу сказать несколько слов о других наших преподавателях, которые ведут курсы по данной дипломной программе. Ольга Владимировна, пожалуйста, переключите слайд. Нет, не переключу, я еще не договорила про остальные курсы. А, у нас еще другие курсы есть, отлично. Да, 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 фальстарт. Так, ну вот я могу сказать, что мои самые приятные воспоминания на предмет макросов, что это, да, действительно чудо, это в свое время, когда еще на дворе был 2001 год, я делала дипломную работу, и у меня там было в том числе расчетные части в Excel, с последствием макросы, и прелесть заключалась в том, что я-то ночью спала, а он считал. Вот, и так мы с ним прожили неделю, я в прекрасном сне, а компьютер в прекрасных расчетах. То есть спасибо макросам за это. Так, но в принципе, где-то до 2010 года, когда мы говорили о бизнес-анализе инструментами Excel, мы действительно останавливались на этапе расширенных возможностей, на этапе анализа визуализации и непосредственно макросов. Это были наши основные, основная информация на предмет того, чем мы могли использовать. И вот в 2010 году разработчик Microsoft, позаимствовав инструмент, внедрил нам с вами в Excel настройки, которые отвечают за создание модели с помощью PowerPivot. То есть на сегодняшний момент огромные источники мы с вами можем легко, немножечко получив знания, анализировать с использованием модели PowerPivot. То есть загружаем кучу различных источников. Это опять же и база данных, и различные текстовые документы, и Excel-евские таблицы, и непосредственно там серверные какие-то варианты. Связываем, создаем различные вычисления, и в дальнейшем можем с вами все это быстро и прекрасно визуализировать. То есть на самом деле это мощный прорыв разработчика и ограждение, что называется, IT-специалиста от наших пользователей. То есть в текущий момент наши пользователи, любители Excel, они в состоянии получить навыки и обрабатывать огромные массивы достаточно удобными инструментами. Поэтому когда у нас вопрос стоит про обработки там миллионов, несколько миллионов строчек, то модель PowerPivot прекрасно с этим справляется в противовес тому, как, во-первых, уже Excel не может столько в себя вместить, и плюс он будет работать достаточно долго. Хоть на дворе и 21 век, но, к сожалению, для того, чтобы анализировать данные даже посредством модели или, например, просто в нашем Excel, мы получаем достаточно большое количество кривых структур. Это выгрузки из разных программ, того же самого 1С, правильные выгрузки только откуда, из приличных баз данных, там всегда все красиво. И вот наша задача куча делать преобразований, консолидировать данные. И здесь ничего лучше, кроме как макросов для часть задачи, опять же, и также настройки Power Query на сегодняшний момент нет. Поэтому какие-то задачи удобно решать через макросы, какие-то быстрее решаются через Power Query. Хоть это и язык программирования Power Query M Formal Language, но он очень адаптирован под пользователя, и многие задачи можно решать, даже не думая о том, что вы на самом деле программировали алгоритм. То есть, опять же, все ориентировано на то, чтобы пользователь тратил меньше времени на подготовку данных, потому что обычно это занимает процентов 70. Когда человек уже познакомился с Power Pivot, сделал основные шаги, это мы делаем в разрезе уровня 6, то осознав, что нужно считать более сложные моменты, более сложные, там, KPI и прочее, он понимает, что нужно углубляться в сторону изучения языка DAX. Это язык, который мы используем внутри модели, да, очень нелогичный язык, но, тем не менее, как и везде, дорогу осилит идущий. Поняв его основы, дальше можно только совершенствоваться и радоваться тому, как мы многое легко решаем на фоне обычных инструментов и возможностей в Excel. Ну и когда мы уже с вами прекрасно понимаем о наличии и действии той или иной настройки, а именно Power Pivot и Power Query, то мы с вами готовы строить динамичные отчеты в Power BI Desktop. Это бесплатное приложение тоже со стороны Microsoft, которое именно заточено на то, чтобы обрабатывать огромные массивы, строить динамичные отчеты, в которых элементы являются элементами фильтрации других объектов на той или иной странице отчета, взаимодействия, множество различных визуализаций, то есть гораздо больше, и плюс еще визуализации, если говорить о дальнейших планах, могут быть получены в дальнейшем путем программирования на языке A или на языке Python. Поэтому возможности на самом деле глобальные. То есть практически можно сказать, что линейка всех курсов Excel, которые у нас есть, плюс Power BI Desktop, включая, соответственно, и Tableau, это мощные инструменты современного бизнес-анализа. А вот теперь, пожалуйста, Ольга, расскажите нам еще и о наших коллегах. Ольга? Хочу обратить ваше внимание, что сегодня к нам присоединились только два преподавателя, но на данном курсе также преподают и другие преподаватели, которых вы сейчас видите на слайде. И вы можете обратить внимание, что все это преподаватели практики. И они долгое время работали в своей практической сфере и также продолжают работать и одновременно, и преподают. И у них достаточно длительный преподавательский стаж, и они могут найти подход к слушателям и знают современные требования рынка труда. Таким образом, вы получите с помощью этого те реальные кейсы, которые сейчас используются в профессиональной среде и практической деятельности в области бизнес-анализа. Ну что, давайте, наверное, сейчас поговорим про какие-то особенности дипломной программы. В чем, собственно говоря, заключаются особенности нашей дипломной программы? Конечно, вы можете каждый курс изучать по отдельности. При этом продумывать стратегию того, что изучить, когда изучить, в какой последовательности вы можете самостоятельно. Однако, в чем преимущество дипломной программы? В первую очередь, что об этом всем подумали люди, которые с этим работают. То есть это, соответственно, мы видели немножко теории, да, и дальше куча различных практических инструментов. Согласно нашим дипломным программам, ну, конечно же, мы используем последние версии наших программных обеспечений, то есть Excel 2019 версии или альтернативно у вас может быть Office 365. То есть все возможности, все новинки, то есть все преподаватели, все мы всегда следим за всеми изменениями и всегда делаем корректировку тех или иных программ с учетом этих изменений. Длительность дипломной программы у нас 268 часов. Это много, конечно, но с другой стороны, чтобы овладеть какой-то новой профессией, новыми возможностями, быстро это не делается. То есть фундаментально от, что называется, основ до вершин. С точки зрения форматов обучения, то многие курсы могут быть как в формате обычных занятий, когда вы с преподавателем в аудитории или на удаленке в современных наших реалиях проходите тот или иной курс. То есть независимо от того, есть ваше личное присутствие в аудитории или вы подключены удаленно, как вот мы с вами сейчас. Мы с вами занимаемся, то есть что, например, преподаватель работает в аудитории только с очными, например, что параллельно также с вебинаристами. Мы все друг друга слышим, все на друг друга реагируем, и наше обучение происходит в решении реального времени, то есть как обычные занятия с обратной связью, конечно же, с вопросами и со всем остальным. Также какие-то курсы могут быть в формате открытого обучения, когда вы проходите курс в отведенное время, но при этом вы можете разные моменты проходить с разной скоростью. Где-то что-то вы можете многократно там повторить, и в то же время вы обучаетесь как бы в своем режиме, и есть всегда преподаватель, который в случае необходимости может помочь уточнить, разъяснить и сделать многие другие варианты. Далее может быть и очно-заучный вариант, когда что-то типа как заучное обучение в вузах, вы получаете материал, отрабатываете и с таким же успехом его сдаете. То есть здесь в разрезе каждого курса есть возможности те или иные, и, соответственно, кому какие варианты подходят, тот выбирает для себя более оптимальные форматы обучения. Все задачи, которые мы решаем, это задачи, конечно, имеют практическую особенность. То есть, например, любой курс, если смотреть, когда мы проходим тельные темы, каждый второй слушатель уже четко себе, что называется, берет намек на то, что вот да, эти возможности он сможет применить для решения одной задачи, эти возможности там для решения другой задачи. И где-то это еще какой-то набор мыслей. Поэтому мы направлены на то, что нужно использовать, и время, которое мы тратим на обучение, нужно проводить с максимальной пользой, получая новые навыки и знания, которые актуальны, которые востребованы. Также обучение по нашим курсам соответствует международным сертификатам. То есть, по завершению вы получаете различные сертификаты по мере необходимости различных вариантов. То есть, все это возможно. Ну и также, если вы посмотрите, то все эти курсы и программы, что дипломные, что, например, комплексные программы, они разработаны на основании профессиональных стандартов Министерства труда и защиты и соцзащиты. То есть, ничего против, естественно, закона быть не может. Поэтому здесь, в чем преимущество дипломной программы, то, что это действительно путь, который позволяет вам получить достаточно фундаментально новые навыки, знания, которые в дальнейшем позволят вам развиваться и в этом направлении и становиться уже более высокими профессионалами. Однако, только дипломными программами дело не заканчивается. И если мы с вами имеем уже ряд знаний, то здесь, во-первых, можно будет решить какие-то вопросы уже и персонально с менеджером, что будет более удобно. Однако, также, может быть, вся дипломная программа кому-то не нужна, ну, например, там не планирует человек так мощно, им нужен какой-то там средний уровень. Поэтому здесь вы можете обратить внимание в сторону комплексных программ. В чем преимущество такую, в первую очередь, глобальное комплексных программ? Во-первых, вы можете любые курсы, конечно, проходить по отдельности. Но, как мы все знаем, обычно то, что у нас идет в совокупности, оно позволяет нам получить какую-то выгоду. И здесь это не будет выгода по времени, независимо от того, какой тип программы вы выбираете, комплексную или дипломную, или отдельные курсы. Каждый курс от этого не сторонится ни короче, ни длиннее. Но ваше первое приятное преимущество при комплексных программах – это экономическая выгода. Когда у нас идут комплексные или дипломные программы, условно, оптом, да, поэтому какая-то часть средств в этом случае у нас с вами экономится, потому что есть на какие-то курсы, например, уже не полные стомить, а какая-то частичная. Поэтому комплексные программы по Excel у нас тоже есть. Это несколько направлений, вы видите, в данном случае представлено их пять у нас пока. Это эксперт Microsoft Excel. Здесь на самом деле это первые три наши уровня Excel, то есть человек, который начинает изучать Excel, изучает расширенные возможности и анализы визуализации. То есть, в принципе, это хороший специалист с точки зрения работы непосредственно с возможностями Excel, то есть в рамках сравнительно небольших табличек, не самых сложных обработок, но это уже хороший специалист. Дальше у нас есть специалист по анализу и визуализации данных. В эту комплексную программу входят три курса. И здесь это Excel второго, третьего уровня, то есть, опять же, расширенная возможность анализа визуализации. И курс у нас Power BI, то есть Excel 6. То есть человек уже может анализировать как простыми инструментами Excel, так и с помощью нашей настройки и модели PowerPift. Есть также курс Magister Microsoft Excel. В его состав входит пять курсов. Опять же, это наши основные, то есть это второй, третий. Опять же, расширенные возможности и анализы визуализации данных. Два курса про макросы, о которых рассказывал нам Андрей. Изавьялов и также курс по Power BI. То есть, в принципе, это, опять же, хороший специалист, умеющий уже и автоматизировать, и обрабатывать большие массивы, ну и уж простые тем более. Также, вы видите, есть комплексная программа специалист по бизнес-аналитике в Microsoft Excel и Power BI. То есть здесь уже у нас с вами пять курсов, и это курсы все связанные с настройками Power. То есть это Power Query, два курса, и это два курса по Power Pivoter, и курс по Power BI Desktop, то есть Excel 6 и выше. И также есть восемь курсов, которые входят в комплексную программу специалист Microsoft Excel и Power BI. То есть это от второго уровня до девятого включительно. То есть, ну, практически, можно сказать, минуя только начальные возможности обучения. В целом, если говорить про каждый курс, каждому курсу есть всегда требуемая подготовка, да, на нее, конечно, стоит ориентироваться. И если в случае у вас не хватает знаний по требуемой подготовке, то всегда ее можно, что называется, подтянуть, и потом уже на комплексной программе получить уже такой более обобщенный и правильный подход с точки зрения изучения тех или иных инструментов. Поэтому чем удобны комплексные программы? Первое – это мы экономим. Это неплохо в современных жизнях. И второй момент – вот у меня здесь человечки бегущие. Кто-то уже знает больше, ему нет необходимости создавать, например, с первого, второго, третьих уровней. Он, может быть, сразу хочет стартовать, там, предположим, с Power BI-ных штук. Кто-то готов идти практически в бой от начала до конца. Кто-то, может быть, например, первую часть изучил эксперта, потом отдохнул, переварил, поработал, появилось новое время, он пошел в следующий путь. Поэтому это все достаточно удобно в различных сроках. То есть здесь вы, опять же, время и режимы занятий все выбираете, конечно же, сами. Если говорить о форматах всех наших занятий, то в среднем наши с вами курсы, они от 8 академ часов. Ну, это, пожалуй, наверное, курс Tableau у нас такой, пока он коротенький. А так в массе своей это 16 или 24 академ часа. Ну, в большей степени это 16. Если мы занимаемся в режиме утро-день, то есть это 8 академических часов в день, то мы тратим на это 2 дня. То есть в современном мире очень важно, чтобы курсы были в том числе краткосрочные, мы получали какие-то навыки и уже могли их уметь проверять, применять. Соответственно, если мы будем заниматься немного меньше в день, ну, например, по 4 академ часа, то просто тогда у нас растянется. И это могут быть занятия либо в режиме только утреннего, там, с 10 до часу, или дневного, например, с 2 до 5, или в том числе вечернего. Да, кстати, помимо того, что, естественно, мы занимаемся в будни, мы также можем заниматься с вами и один раз в неделю в воскресные или, например, в субботние дни. То есть раз в неделю тоже очень удобно для тех, кто в будни занят работой и не может уделить время обучения. Чтобы навыки закреплялись, конечно же, каждый человек понимает, что их нужно отрабатывать, поэтому, как правило, у нас после каждого занятия есть домашние задания. В среднем на их отработку требуется от 45 до 90 минут, ну, то есть половина проведенного занятия. На занятиях, как я уже говорила, мы всегда имеем живую возможность общения с преподавателем, живую, когда мы видим друг друга или посредством вебинара, все можно услышать. Также, если возникают какие-то сложности, например, на занятиях мы всегда, ну, если слушатель позволяет, имеем возможность зайти к нему, то есть он расшаривает нам экран и посмотреть, что же у него там не так. Поэтому никто не остается без помощи, все всегда все это видят. Ну и что касается, если говорить комплексного или дипломной программы, у вас ряд курсов, да, вы можете планировать в зависимости от потребности в более сжатые сроки, то есть так плотненько не успели один закончить, другой. Вы можете растянуть это, ну, более размеренно. То есть это уже у всех скорость восприятия информации, да, потребность в отработке, она разная, поэтому здесь вы уже исключительно под себя подстраиваетесь. Поэтому, как правило, все исключительно зависит только от вас. Ну, конечно, желательно отрабатывать навыки. Для этого не нужны прям самые мощнейшие компьютеры, достаточно средние, которые тянет наш офис как таковой, да, для того, чтобы имели возможность все эти данные обрабатывать. То есть это далеко не игровые компьютеры, да, это обычные средние, либо статичные компьютеры, либо, соответственно, ноутбучные. Поэтому, как правило, проблем с этим нет. То есть наличие программ, ну, единственное, иногда бывают у них проблемы, если офис не поддерживает настройки Power, тогда уже, кроме как смены программы, другой не поможет. Так, конечный ваш результат, независимо от того, изучаем мы с вами комплексную программу или, конечно же, в первую очередь дипломную, это вы проходите все этапы от начального, что называется, добычи данных из источников, да, до конечной – это построение отчетов. То есть никому не интересно, сколько общий данных в одном месте, всех интересуют результаты. Это и таблицы, и диаграммы, да, и также, конечно же, возможность их быстрого взаимодействия для получения тех или иных результатов. То есть в ходе нашей дипломной программы вы отлично освоите функционал по подготовке данных как с помощью Power Query, так и с помощью макросов, да, то есть эти два инструмента, они идут параллельно, и, как я говорила, что-то удобно делать в одном, что-то в другом. Шикарный специалист тот, который сразу понимает, где это лучше сделать, но для этого нужно знать и то, и другое. Также, естественно, будем разбираться, в каких случаях лучше использовать, например, в чистом виде Excel-овские настройки Power Pivot и Power Query, или уже непосредственно строить отчет в Power BI. То есть все определяется тем, что у нас еще дальше с этими данными происходит. Поэтому вы научитесь и работать с моделью Power Pivot, и овладеете языком DAX, и также самостоятельно сумеете строить различные визуализации, такие активные, динамические отчеты и в Microsoft Power BI Desktop, и, соответственно, в Tableau. То есть здесь не могу не согласиться, что на самом деле в современности кто владеет информацией, тот владеет миром. То есть это очень важно, потому что уметь своевременно реагировать на любые изменения, которые происходят, это, собственно говоря, путь к успеху. Ну и здесь, с точки зрения документов от обокончания, лучше вам уже расскажет Ольга. Да, хотелось бы сказать, что если у вас есть базовое высшее или среднепрофессиональное образование, то на выходе по окончанию данной дипломной программы вы получаете престижный диплом о переподготовке по специальности. И наш диплом, он очень ценится на рынке труда, потому что уже временем проверена подготовка наших студентов, и работодатели доверяют качеству образования наших выпускников. То есть это ваше преимущество при трудоустройстве, таким образом будет. И также по окончанию каждого курса, который входит в дипломную программу, вы получаете отдельное свидетельство о повышении квалификации. Если у вас там нет, допустим, базового образования, вы просто получаете тогда сертификат центра. А теперь, наверное, пора нам перейти к вопросам. Я вижу, что вы задаете их в чате, обязательно все ответим. Ольга Владимировна. Да, сейчас, минутку. Итак, значит, наиболее частые вопросы, с которыми мы сталкиваемся. Ну, во-первых, вот здесь в том числе и в окне чата я видела только что недавно вопрос, связанный с тем, что как понять, вообще подходит ли подготовка. Ну, как я уже говорила, практически к каждому курсу есть предварительная подготовка. Ну, с точки зрения в целом всех наших этих линеек, мы видели, что в основном мы стартуем с Excel уровень 2, то есть требуется для теоретического только ваше наличие и возможность воспринимать информацию и анализировать ее. Для практического уже Excel и дальнейших инструментов Tableau, Power BI, Desktop, нам с вами, они выстроены уровни четко друг за дружкой, то есть по мере усложнения, и нам с вами нужно знание простых расчетов в Excel, умение также делать простые анализы на уровне работы с таблицами, типа сортировка, фильтрация, ну и какие-то простые основные операции. Также, если вдруг у вас будут какие-то сомнения, достаточно ли у вас предварительной подготовки, как правило, для каждого курса у нас есть возможность оценить ваши знания через тестирование на нашем же сайте, и тогда вы сможете понять, ну или оценив, что что-то где-то неизвестно, либо самостоятельно подготовиться, либо же также пройти курс, ну, допустим, там, условно, первый Excel, да, перед вторым. То есть это можно оценить как самостоятельно, так и, соответственно, подготовиться. Вопросы часто бывают, можно ли присоединяться к группе после старта уже курса, но вы знаете, здесь все будет зависеть от того, какой курс. Если, например, у нас курс двухдневный, вы пропустили первый день и с этим не работали, то, конечно, на втором дне уже нелогично будет, ну, как бы, потому что понимания ситуации не будет. Если, возможно, например, у нас там одно занятие в неделю, допустим, по субботам там или по воскресеньям, да, и будет возможность посмотреть на неделе и изучить этот материал самостоятельно, тогда да, почему бы и нет. Точно так же, если, например, человек уже этими знаниями обладает, то, конечно, если он присоединяется чуть-чуть позже, он, ну, что называется, в теме, он с нами. Поэтому здесь, конечно, в каждом случае нужно уже разбираться конкретно. Но в целом, конечно, лучше начинать, даже если мы знакомы, все равно какие-то нюансы, когда мы там самоучки и прочее, да, мы все так или иначе самоучки, потом просто скорректированные, то где-то какие-то нюансы, мелочи, они бывают полезные, которые вы можете, например, не знать и пропустив тоже не узнаете. Поэтому в каждом курсе нужно решать все отдельно. Также, если бывают ситуации, когда мы не можем попасть на занятия, сейчас немножко лучше, мы можем, во-первых, всегда подключиться удаленно. Современные технологии нам это позволяют. То есть вы можете подключиться удаленно, даже если нет возможности, например, параллельно позаниматься на компьютере, вы можете хотя бы послушать, увидеть, а потом, когда будет время, уже отработать эти навыки, да. И второй момент, у нас занятия все записываются, вы можете всегда запись занятия посмотреть и еще раз повторить или в том числе узнать то, что вы пропустили. Как я уже сказала, все записи вебинаров у нас происходят, и в личном кабинете, доступные нашим учащимся, они могут просматривать по завершению курса. В течение полугода они все доступны, можно в любом темпе, при любой необходимости вернуться к тем или иным вопросам, освежить в памяти, порепетировать и так далее. То есть, ну, что называется, без знаний может остаться только, скажем так, ленивый. Во всех остальных случаях у вас есть возможность становиться, что называется, профессионалами в этой области. С точки зрения техники самой по себе, ну, во-первых, во всех наших классах каждый курс всегда идет только в аудитории, которая соотносится с требованием по этому курсу. Если это ваши личные компьютеры удаленные, то здесь всегда можно посмотреть по требованию непосредственно того или иного программного обеспечения. А в случае, если на каких-то курсах у вас нет, то есть также возможность подключиться удаленно к одному из компьютеров центра и работать также по последним версиям, то есть по тем же, которым работает преподаватель и другие, соответственно, варианты. Вот, поэтому все решаемо. Главное, чтобы было желание и стремление. То есть это наше все. Ну, вот вопрос я вижу по поводу знания SQL. Конечно же, мы изучаем, обучаем SQL, просто он находится в рамках других комплексных программ и дипломных. То есть тут, да, смело с вами соглашусь, что к этому неплохо бы знать и SQL, но это вы уже можете как бы дополнить. То есть, например, дипломная программа, да, у вас и плюс дополнительно знаний SQL. То есть, как правило, когда мы работаем с большими табличками, знаний SQL – это тоже плюс. То есть современный рынок труда и современная работа его тоже, конечно же, требует. Ссылочку на комплексные программы. Чуть позже будет QR-код, по которому можно будет перейти, посмотреть навигацию по курсам. Так, есть ли какие еще вопросы на предмет того, что с позицией обучения, какие особенности? Давайте я вот отвечу. Еще был вопрос в чате. Диплом бумажный или файл? Диплом у нас всегда по вашему желанию. Может быть и бумажный, и также в электронном виде сертификат, который вы можете находиться в вашем личном кабинете. Также есть вопрос в дополнение к ранее приобретенным курсам. Возможно ли докупить курсы, входящие в дипломную программу, и по итогам получить диплом о профпереподготовке? Да, можно, если вы учились у нас или не у нас. То есть мы рассматриваем все ваши документы, и учебный отдел принимает решение. То есть если вы учились у нас, вам точно зачтется, и можно будет допройти только недостающую часть. Так, дипломная работа предполагается, спрашивает Лариса. Ну, в чистом виде здесь прям такая дипломная программа, она не предусмотрена. У вас потребность по каждому курсу освоения, получения зачета, и совокупность этих факторов, она приводит к тому, что, соответственно, материал освоен. То есть с точки зрения, если говорить о своего рода типа как портфолио, то здесь у нас, к сожалению, с вами не графические какие-то прекрасные там интерьеры, или не мощные дизайнерские варианты, или там чертежные. Здесь как портфолио в целом может быть, это, во-первых, знание, вы можете продемонстрировать какие-то отчеты, которые были вами построены, не обязательно прям вживую вы можете это продемонстрировать и в формате там, предложим, PDF и прочее. В целом, если оценить любого специалиста на предмет знает, не знает, тянет, не тянет на ту или иную вакансию, поверьте, это происходит достаточно быстро, можно даже в простой беседе понять, насколько человек знаком всем же там PowerPivot, PowerQuery, Power BI. В общем-то, я думаю, это не секрет, всегда легко выяснить, работал вообще человек с этим или нет, или буквально там узнал название и сказал, да, умею работать. Сейчас, к сожалению, такое уже не прокатит. Ольга Владимировна, еще был вопрос чуть выше. 80-120 тысяч рублей в месяц – не самая высокая зарплата на рынке. Расскажите, пожалуйста, в кого обычно вырастает бизнес-аналитик и сколько стоят такие специалисты, эксперты и менеджеры? Ну, на самом деле, Дмитрий, здесь же вопросы, как бы данные приведены усредненные, правильно? Усредненные цифры, они не всегда показывают минимум и не всегда показывают максимум. Да, поэтому рост зарплаты зависит от того, где вы работаете, да, и какие там возможности. Если говорить о мощных бизнес-аналитиках в мощнейших компаниях, то эти цифры могут быть увеличены в 2 и в 3 раза. Поэтому все зависит от того, конкретно где, что и как. У некоторых это бывает сумма на период, скажем так, стажировки с дальнейшим ростом. Ну, в принципе, бизнес-аналитик, насколько я хорошо представляю по тем слушателям, которыми сталкиваюсь, это может быть и, скажем так, назовем рядовой сотрудник, и также над бизнес-аналитиками может быть начальник. Он тоже является бизнес-аналитиком, но уже с другими совсем цифрами и нулями в своих денежных вознаграждениях. Поэтому все нужно конкретно анализировать. Любую вакансию, если вы возьмете, вы начнете анализировать. Там всегда можно, желание порой бывает со стороны работодателя, естественно, что-нибудь, может быть, где-нибудь и сэкономить, но, тем не менее, все можно найти и с достаточно достойной зарплатой, и с возможностью роста. То есть нужно уже смотреть конкретно в какой компании, чем занимаются и какую перспективу. То есть здесь самый идеальный вариант, это если вы планируете, например, на тех же собеседованиях и прочее, сразу этот вопрос обсуждать, чтобы понимать, это потолок или есть возможность роста там, допустим, начальника этой группы бизнес-анализа, дальше может быть над ними еще какое-то следующее. соответственно, ну, следующий какой-то там этап и так далее. Поэтому все зависит от того, где мы с вами эти данные будем, возможности свои применять. Потому что ни для кого не секрет, человек с одной и той же специальностью и знаниями в разных компаниях получает совсем разное. Поэтому здесь, конечно же, мы ориентируемся на то, что, где и как. Ну что ж, давайте еще вот последний вопрос. Можно ли по окончанию дипломной программы пройти практику? Отвечу, что сейчас огромный спрос на бизнес-аналитиков. Недавно был день карьеры, можете посмотреть. Мы там предлагали разные варианты, запись есть на YouTube. Всегда в этом плане наши партнеры предоставляют нам вакансии, и мы с удовольствием с выпускниками ими делимся. Итак, давайте, наверное, сейчас чуть подробнее о стоимости. Стоимость программы «Профессионал по бизнес-анализу и визуализации данных» Microsoft Excel и Power BI начинается от 119 тысяч. Можно на страницу программы перейти, вот сканируя QR-код, или я отправляла ссылочку в чат, сейчас могу ее еще продублировать. И сегодня для всех участников, кто зарегистрировался на нашем «Одне открытых дверей», у нас замечательный подарок – это скидка, сертификат на 12 тысяч рублей. Если вы в течение трех дней до 25-го числа включительно покупаете дипломную программу, о которой мы сегодня говорим, то у вас на дипломную программу, во-первых, действует скидка, то есть дипломная программа сама по себе дешевле, чем курсы по отдельности. Вот вы сегодня тоже слышали вопрос в чате, люди обычно учатся, покупая по одному курсу, и потом приходят к тому, что надо докупить еще несколько курсов, чтобы получить диплом при подготовке. Когда вы покупаете всю дипломную программу, она изначально уже, ее стоимость меньше, чем просто отдельные курсы. И если вы до 25-го числа оплачиваете полностью дипломную программу, то для вас действует сертификат на 12 тысяч рублей по промокоду XL2212. Вы можете позвонить менеджеру, и он вам поможет оформить эту скидку, этот промокод. Скидка эта действует для частных лиц и не действует для организации. Я сейчас этот промокод тоже скопирую в чат, можно будет его себе отметить. Что еще хотелось бы сказать? Как раз был вопрос о треках и о разных комплексных программах. Вот есть QR-код, можете его отсканировать и пройти на такой путеводитель с нашими курсами по направлению бизнес-аналитики. И, допустим, здесь на слайде вы видите, что также у нас есть дипломная программа аналитик данных. Это вот справа вверху включает в себя 11 курсов. И также у нас есть комплексные программы по BI на любой вкус и кошелек. И они состоят из набора от 2 до 8 курсов. Сегодня Ольга Владимировна уже о них вам немножко рассказывала. На что хочу обратить внимание, вы сегодня спрашивали по SQL, что также необходимо для этой профессии и получить такие дополнительные навыки, которые не входят в дипломную программу. И вот если вы обучаетесь у нас по дипломной программе, то в течение 6 месяцев после вы можете проходить курсы с 50% скидкой. Также, если прошло больше 6 месяцев, то скидка у вас будет на курсы, которые тоже по данной профессии от 15 до 25%, что тоже, согласитесь, очень приятно. И узнать подробнее, пересчитать дипломную программу с учетом, что уже пройдено в курсах, можно у менеджера. Можете написать либо на почту, специалист, либо позвонить, и вас с удовольствием наши прекрасные менеджеры проконсультируют. Итак, у нас еще есть вопросы в чате. Ольга Владимировна, давайте ответим. Когда стартует группа на очное обучение ближайшее? Ну, у нас линейка всех курсов и расписание, оно все спланировано. То есть здесь нужно будет ориентироваться на тот курс, с которого вы планируете начать. То есть, к примеру, посмотреть, оптимальным образом свое время подобрать. То есть, например, вы можете начать изучать бизнес-анализ и параллельно, например, начать изучать Excel. То есть, ну да, на самом деле дипломная программа, она состоит из курсов. То есть вы стартуете, вы можете изучить бизнес-анализ, основа бизнес-анализа – это теоретический курс, и параллельно начинаете изучать Excel 2. Если посмотреть на программу, на расписание курсов Excel 2, они у нас очень часто стартуют. То есть, ну, точно, мне кажется, со 2 января вы можете стартовать, а возможно, даже Excel 2 вы найдете в расписании еще в конце этого года. В любом случае, тут менеджеры вам помогут сориентироваться. Все зависит от того, когда вы хотите учиться. На выходных, на недели – это очень индивидуальный момент, который наш менеджер помогает с ним справиться. Скидка не будет действовать при закупке недостающих программ. Она действует при данновременной оплате всех курсов, ну, всей дипломной программы. Скидки у вас будут по вашей карте специалисты, индивидуальные скидки. И чтобы понять, сколько это стоит, вам менеджер обязательно все посчитает. Так, курс можно, да, приобрести онлайн и спокойно сидеть дома, изучать, не бояться коронавируса, не бояться, в общем, ну, не ходить там по холодной, да, там в зимней погоде куда-то на учебу. Такой формат у нас сейчас очень хорошо идет, разработан и достаточно популярен. Ну, в принципе, в подтверждение слов, реально стартовать можно прямо, вот как я и говорила, со 2 января. То есть все начальные курсы стартуют в дипломной программе со 2 января. Это и основа бизнес-анализа, это и Excel уровень 2, ну, и дальше уже планировать. То есть здесь, конечно, нужно просто выстроить линеечку, когда вам удобнее будет начать, когда вы морально и физически готовы этим заняться. Помните, нет ничего невозможного. Главное – желание и стремление, как всегда говорят, дорогу оселит идущий. Мир цифр, он реально прекрасен. Ну что, дорогие зрители, будем заканчивать. Надеюсь, вам было полезно сегодня наш день открытых дверей. Хочу поблагодарить наших спикеров Ольгу Владимировну и Андрея Николаевича, наших преподавателей. Спасибо всем, кто сегодня проявлял активность. На этом мы, наверное, остановим нашу запись. И хочу напомнить, что промокод также действует для всех, кто сегодня записался и посмотрит нас в записи. Если вы записывались, вам пришла эта запись, то можете воспользоваться промокодом. Так, всем спасибо. И знаний мало не бывает. Кто много знает, тот силен и вооружен. Продолжение следует...